Владимир Владимирович свое послание начал, напомнив события, связанные с Крымом и Севастополем, обозначил также ситуации, связанные с событиями, которые происходят сейчас в Украине, с теми санкциями Евросоюза и со стороны Америки, но при всем при этом четко обозначил, что наша страна готова сотрудничать абсолютно со всеми. Мое личное мнение, данное послание, оно пропитано патриотизмом, верой в то, что мы, несмотря на какие-то санкции, которые к нам пробуют и применяют, выстоим, выдержим, потому что мы великая нация и у нас все обязательно получится. Меня поразило и вдохновило то, что Владимир Владимирович отметил в своем послании, ну, во-первых, безусловное выполнение указов президента тех 12-го года, но для этого нужно каждому на своем месте работать очень хорошо, и так же, как и врачам, и учителям, и всем, каждому нужно относиться с душой к своему делу. Задача поставлена повысить производительность труда, опять же, всем на своем рабочем месте. Это позволит России в целом увеличить воловой продукт. Еще слова, прозвучав от нашего президента, это следующая фраза. Россия – суверенное государство, а не марионеточное пространство, которому можно диктовать свои условия. Разговор с позицией силы с нами невозможен. Я уверен, что и благодаря нашей армии, и благодаря тому обществу, которое сегодня сформировалось в России, мы сможем дать надежный заслон и отпор всем тем нечистым рукам, которые пытаются лезть до нашего суверенитета и до наших интересов.